Здарова народ! Значит, насобиралась у меня целая куча алюминия всяких обломков, обрезков хочу попробовать выливать из них болванки, для того, чтобы использовать их потом в токарном деле Ну, стал вопрос горна, собственно, и тигеля горн я буду вылаживать на даче в земле, особо заморачиваться не буду а вот тигель и трубку для поддувала нужно сделать тигель буду делать из вот такой вот трубы это труба по-моему, 120 или сотка, но не важно и из вот таких вот обрезков старых труб когда-то у себя в квартире делал ремонт все, железо повыкидывал, поставил пластик железо до сих пор валялось в гараже значит, из них мы сейчас будем изготавливать какую-то трубку для поддувала собственно, первое, с чего я начну это стигеля сейчас я эту трубу аккуратненько подровняю со всех сторон ну и понавариваю одно и уши для зацепов так, разметка в принципе производится очень просто берем обычную старую рулетку вот так ее залаживаем совмещаем для того, чтобы рулетка вы увидите, она будет плотненько обхватывать трубу и собственно, это самый простой и быстрый способ как ровненько отрезать трубу рулетка при этом не портится то есть, ей можно пользоваться дальше поэтому есть люди, которые делают специально из обрезков рулетки приспособления но я вот рулеткой пользуюсь и в принципе нормально обрезал трубу с двух сторон на одной стороне снял вот такие большие фаски сейчас я беру кусок металла металл этот десятка это будет дно ну и собственно буду обваривать варить буду электросваркой ну вот таким образом я все это обварил сейчас беру турбину и это дно буду вырезать вот так по быстрой схеме я изготовил тигель то есть труба обварил донышко приварил два болта сделал вот такой вот крючок то есть соответственно понимаете да, для чего два болта чтобы его поднимать и соответственно сзади приварил вот такую гайку то есть это для того, чтобы соответственно тигель наклонять значит вот такой крючок я выгнал из проволоки восьмерки в принципе нормально получилось тигель толстостены тут труба диаметра вернее труба стенка на трубе восьмерка донышко десятка то есть я думаю быстро не прогорит так следующим этапом мне надо сварить трубы на поддувало труба три четверти ну цельных длинных таких кусков у меня нету нужно выварить колено значит варить я буду из кусочков варить буду в уголке то есть вот так вот в угольник трубы влаживается вот так вот ну я их тут аккуратненько выровняю и сварю так вот так я выварил трубу теперь мне надо колено под 90 градусов вот эту часть я вот так вот отрежу и здесь расплескаю сейчас буду резать вот такой я выварил гусак теперь мне нужно на вот этот конец сделать переходку под пылесос взял трубу немножко большего диаметра разрезал и зажимаю ее в тисках получается люфт выбираю чтобы пылесос плотненько сюда заходил все и обвариваю так в итоге я получаю вот такой патрубок конец я с одной стороны расплескал здесь я сделал под пылесос все заходит четко специально вот эти вот пропилы я не заваривал пылесос у меня мощный для того чтобы оно сильно не дуло пускай воздух немножко по бокам здесь будет выходить если будет мало то я изолентой его всегда успею замотать значит все обварил теперь мне осталось вот здесь на трубке сделать надрезы надрезы буду делать турбинкой по быстрой схеме вот так я наделал прорези думаю этого будет достаточно то есть прорези такие глубокие поэтому воздуха мне кажется хватит сейчас перебираюсь на дачу буду строить горн ну и собственно будем испытывать всю эту конструкцию так вот такой у меня получился горн так это тигель который я делал если помните вот так у меня все внутри получилось то есть все выложено жаростойким кирпичом выкопана яма вот вы видите трубка с прорезями по центру ну и вот так оно все у нас получилось по глубине делал по глубине делал специально чтобы тигель прятался то есть сверху буду накрывать крышкой вот так у меня подсоединился пылесос все четко подошло ну сейчас буду разжигать и будем пробовать топить уже алюминий горны я это так на даче и оставлю вот просто металлической крышкой сверху накрываю и вот практически не видно так топлю дровами заливать буду вот в такие банки от пены от дезика бросил их в огонь чтобы они прокалили чтобы вся жидкость из них вышла горение отличное пылесос работает отлично вот столько у меня получилось с моего тигеля шлака бросал соду с солью то есть в принципе вот эта куча у меня была без соды с солью а вот это все такое сыпучее это у меня подняло уже сода и соль значит сейчас прокалятся банки я еще раз закинул дровишек и буду уже заливать но одной рукой снимать и заливать неудобно поэтому я покажу уже залитый результат так вот так видно да выглядит алюминий значит шлак я весь собрал уже все чистенько по идее сейчас буду заливать значит для того чтобы заливать я вот так банки закопал в землю чтобы они не попадали то есть ну залью покажу вот так я залил алюминий так вот так буду ждать пока остынет затем буду разрезать банки и посмотрим что получится вот собственно результат что у меня получилось в принципе заготовки такие более-менее нормальные обточатся и что-то с них я выточу если учесть что это был реальный металлолом который я хотел выкинуть то в принципе сегодня из этого можно сделать какое-то изделие ну давайте посмотрим что получится вот из самой плохой заготовки которую я отлил сейчас я попробую чуть-чуть проточить и посмотреть что там получилось у нас вот так выглядят мои заготовки после того как я их проточил ну что я могу сказать в принципе результатом я доволен довольно-таки неплохо получилось эта заготовка имеет вот такой внешний вид в принципе тоже нормально получилось ну и эта заготовка тоже мне нравится таким образом можно сделать вывод что в принципе есть смысл отливать болванки тем более если всяких агрызков алюминия хватает вот такие у меня получились в конечном итоге болванки кому это видео понравилось поставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока